А потом бывает поздно. Поэтому слова, слова, они могут возвысить тебя, а могут настолько воздействовать, что потом просто достать. Но это учится. В принципе, пилец у нас не учит. О эмоциональной интеллигентности, да? Скажи, что ты чувствуешь. Как? Нельзя? Мне это выглядит. Хорошо. Но это эмоции. У нас гнев, страх, стыд. Это все эмоции. Они важны, но не имеют свой смысл. Если бы мы были без страха, представь себе, кем мы превратились. Какими-то комикадзиями. Потому что страх – это таковой. Если бы правильно использовать, потом берет и свет, и теплоту. Правильно? Ну, а если поиграть в стагнем, тогда облажаемся. Вот страх – это момент, когда я говорю, все, я сегодня иду бегать. Или сегодня на другой режим. Или сегодня начинаю читать под две помешки в день. То есть там себе какой-то цель. И я выхожу в своей зоне комфорта. А в другой момент, меня ждет страх. Не-не, это страшно. А где буду я? А я провалу? Нет, лучше там, где я нахожусь. Ну, после дня моего любви. Идет там зона обучения. Я учу. Это уроки жизни. И что я делаю? Я расту. Я делаю жизнь. Каждый день. Каждый день. Это благодать. Поэтому надо использовать ее во благо себе и своих детских. Спасибо большое. А вот опять же вы говорили, что выйти из зоны комфорта, что-то сделать. Вот я бы хотела вас спросить про право на ошибку. Мы как-то растем, нас растет так, что мы не должны ошибаться. Вот в школе, помню, если ты замарал чернилом листочек, надо выбрать весь листочек и переписать все заново. Потому что нам не разрешали ошибаться. А что делать, когда я хочу выйти из зоны комфорта? Я сделал шаг, но я боюсь, что меня там ждет. Я боюсь не то, что что меня там ждет. Я боюсь, что да, я что-то сделаю, я хочу это делать. Я делаю, я ошибаюсь. Как дальше с этой вот право на ошибку относится? У кого такой страх есть? Подвиньте руку. Какой страх? Какой страх? Знаете, я делаю, который вы сказали в семинаре. Триптолог решалы. Это я очень обычно разговариваю. Это для меня моя локировка. И я вот, мой мозг защищает меня дома. Придумай что-то. Ну, куда-то идти, куда-то. Ну, первая неделя пошла по ночи. Я читала по ночи. У меня приготовили семинары. Это потом я работаю с семинарами. По той неделе подходит и я чувствую, что у меня страх еще сильнее. Потому что я ответственнее. Потому что это был комплекс перфекционистов. Он решался, что если я делаю, я делаю шикарно. По другому, как я возможно. Ошибиться это нельзя. Это же донтик. Это же учебность. Это же все так. Это мой химонолог. Понимаете, как это тяжело, да? И вот я читала и поняла, что у меня столько информации есть для меня. Это был мой вызов. Это мой вызов. И я знаю, что вот термомин, это гормон. Когда ты получаешь, что ты поставила, это вела до конца. Я знаю, что после этого семинара у меня такое сопрятие. Я это сделала. У меня это получилось. Но вот страх ошибиться, он есть. Вы слышали про Тома Алисина? Который создал и радио, и экраны, и славочка. Это все ума. А вы знаете какую-нибудь биографию? Да. Я вызываю вас по четвертой части. Я всегда к нему возвращаюсь. В пути своих шикарных изобретений у него было, знаете, много экспериментов, или можно назвать ошибок. Больше десяти тысяч. И знаете, кто их поддерживал? Его жена. Они закрывали за гаражей. И она говорит, ты сможешь, что у вас. У тебя получится. И все уже хихикали. И сарказмом. И критиковали. Думали, ты успокоился уже. Теперь денег не тратишь. Он чувствовал. Он так сказал, что каждый мой провал – это шаг к решению. Все. В школах и родителям я всегда советую, наоборот, говорите детям. Когда он узнает что-то новое, обязательно будут провалы. Потому что и родители имеют провалы. Когда ты начинаешь ремонт в квартире, ты делаешь бюджет, но потом в альбом не получается, чтобы в этот бюджет попали. Провалы есть? Конечно. Мама не посчитал что-то. Мама, если что-то много, не хотите, хочешь поглянуть. То есть, это все корки. Но если мы имеем умудрость правильно преподнести, то мы вырастим такого шикарного человечка, который будет бороться, будет пугаться и не будет бояться. Или будет бояться, как я вам рассказала про свой опыт. Спасибо. Спасибо.